Внедрение и распространение моего учения о спасении и гармоничном развитии Метод применения динамики взаимодействия души, духа и сознания Перед тем, как начать уже технологию конкретную по данной теме семинара Я бы хотел рассмотреть период событий, который произошел за истекший месяц И рассмотреть конкретно события в Норд-Осте с точки зрения управления Которое было предпринято для того, чтобы минимизировать, например, ситуацию, связанную с непосредственно Норд-Остом 31 сентября 2002 года я опубликовал в газете вариант управления прогноз Технологию управления, относящуюся к управлению с точки зрения предотвращения возможной глобальной катастрофы И данная технология заключалась в том, что 20 и 25 октября необходимо было поставить световые столбы Относящиеся к этим дням в центре Москвы И эти световые столбы нужно было проставить таким образом, чтобы управление шло от 25 числа к 20 и к текущему событию То есть, например, если человек находился в текущем времени, например, в сентябре То при этом текущий свет сознания, который исходил от 25 и шел через 20 число, он должен был быть таким Чтобы было управление, относящееся конкретно к каждой личности И если рассмотреть, например, числовой нумерологический ряд развития логической фазы сознания То здесь существует очень простой принцип, основанный на том, что если мы говорим об управлении как таковом С точки зрения предотвращения, например, возможной глобальной катастрофы То есть принцип не фиксировать события Но если рассмотреть нумерологический принцип логической фазы сознания Где свет, динамический свет сознания, это и есть конкретная величина То можно рассмотреть очень просто начало событий, которые начались в Москве Если мы рассмотрим ряд, например, 20 и 25, то получается 2.0, 2.5 В логике создания слева от 0 это минусовая ось И в связи с этим получается, что если мы двигаем свет сознания от 5, то есть от 25 через 20 к себе То мы, значит, минусуем Следовательно, первое число это 5-2 Следовательно, это 3 То есть 23 число заложено именно в нумерологической системе развития сознания Когда мы рассматриваем принцип такой, что управление должно было совершиться именно до все-таки 26-го Потому что принцип управления все-таки не реализовывать отрицательный спектр событий То рассмотрев как раз-таки то, что если мы складываем эти числа Предположим, 2 плюс 2 и плюс 5 это будет 9 То такая же полярная система работы сознания показывает на шестерку фактически То есть следующий спектр 9 перевернутая, это дает шестерку То есть принцип числа был заложен тот, который находился после 25-го Если мы хотим определить место, например, да То если рассмотреть древние навигационные системы морские То два световых столба с пятикратным делением либо факелом, либо временным Это и есть норд-ост И в связи с этим, если мы рассмотрим, предположим, событийный ряд, заложенный в систему прогностическую Где в коллективном сознании заложены конкретные сведения об управлении То мы получаем, что события в принципе в таком общем постановочном варианте Где была формулировка спасения всех Ведь речь идет о том, что мы должны заниматься именно тем, чтобы были все спасены Событийная конкретная величина все-таки была заложена именно так, как я сейчас объяснил По прогнозу о России я с точки зрения предотвращения возможной глобальной катастрофы Заложил технологию такую, что нужно работать так, чтобы такой специфический малоизвестный газ Не вызвал разряжение кислородом И в принципе я посмотрел достаточно много учеников, которые работали по этой прогностической фазе Им удавалось возвращать людей, которые в общем-то имели разреженную систему То есть там, где были процессы уменьшения кислорода Они смогли сделать так, чтобы все-таки большее количество людей выжило при таком газовом поражении, например В связи с этим я бы хотел, чтобы, например, сегодня, когда мы работаем уже в плане управления по технологии Именно динамики души, духа и логической фазы сознания Необходимо рассматривать, что если, например, называются какие-то параметры, связанные с конкретными числами Или параметры, связанные с нумерологической системой, предположим, логической фазой сознания Рассматривать, как эти логические системы связаны с конкретикой событий То есть умение переводить, так скажем, обобщенную фазу, которая дана в виде, предположим, цифр В конкретный событийный ряд И умение делать так, чтобы все-таки по возможности не реализовывались отрицательные факторы события Если говорить о том, насколько целесообразно давать структуру точного события То здесь есть два фактора Если дается событие точное, то оно в этом месте может не происходить А происходит, например, в отрицательном смысле в другом месте И поэтому основным все-таки уровнем управления является не допустить события, а не фиксировать отрицательные события Поэтому какие бы не были соблазны, предположим, в каких-то условиях дать конкретную структуру отрицательного события Я рекомендую это не делать, как бы, например, окружающие вас этого не хотели То есть необходимо работать только на профилактику какого-либо отрицательного события без по возможности конкретизации В случае, предположим, авиационной техники, конечно, проблем нет Там самолет, который стоит на техобслуживании, и он не вылетает, и это безопасно для людей Можно совершенно четко или, там, предложим, какая-то машина дать конкретный дефект, его можно устранить Если это относится к событийному ряду, где участвуют люди И при этом, ну, предложим, дав конкретное событие, где есть вооруженные люди Ведь можно привести к тому, что тот, кто об этом узнал, возьмет, предложим, какую-нибудь двухстволку и пойдет защищать То есть этого тоже нельзя допускать Нельзя делать так, чтобы прогноз, который конкретный, вызывал какую-то опасность Хотя бы даже для одного человека, ознакомленного с точной прогностикой Поэтому, вот сегодня, предположим, я даю характеристики взаимодействия души, духа и логической фазы знаний Так вот, в логической фазе знаний есть структура точных знаний Поэтому я предваряю, вот, именно сегодняшний семинар таким объяснением, что целью спасения является само спасение И то, чтобы не было, по возможности, конечно, не было какого-то отрицательного или катастрофического события И таким образом, чтобы все-таки не зафиксировать эту информацию В связи с этим, значит, основным параметром сегодняшнего управления является то, что вы таким образом развиваете свет собственной души Что логическая фаза сознания, то, что определяет именно восприятие ваше и коллективное восприятие в виде, например, цифр, каких-то конкретных названий Эта фаза, она была вариабельна То есть она была как распространенная в бесконечности с точки зрения того, что в логической фазе не содержится отрицательного статуса Так и то, что это конкретное значение состояния духа и значение духа Ведь значимый дух, он позволяет обозначать, да? Это, казалось бы, простое слово, но если мы имеем значимое состояние духа, которое значит то, что нет катастрофы Он и обозначает, то есть фиксирует то, что, например, она не произошла Таким образом, я могу еще сказать, что здесь, в сегодняшней встрече, я бы хотел отметить, что многие из учеников, кто пользовался технологиями прямого доступа и предотвращения возможной глобальной катастрофы Эти ученики среди первых появились на информационном уровне непосредственно в структуре этой проблемы Норд-Ост И достаточно серьезную оказали помощь, я считаю, что, конечно, было действие коллективного сознания, были действия конкретных людей на физическом уровне Но, вот, в общем-то, на мой взгляд, желательно развивать прямой и абсолютно дождь за счет собственного духа Потому что прямое участие, если это происходит в какой-то другой стране или в другом месте, часто бывает усложненным, да? Или же... Вот именно доступ за счет сознания, он еще и таков, что, если мы рассмотрим вообще задачу спасения, то ведь задачей является то, чтобы не допустить вообще какого-либо уничтожения И поэтому здесь, конечно, методы именно управления за счет собственного сознания, методы, где не фиксируется система отрицательного плана жестко Но тем не менее, например, как я сейчас объяснил в цифровом варианте или же в символическом, это совершенно конкретная информация существует Мы можем пользоваться таким уровнем для того, чтобы, вообще говоря, действовать на любом расстоянии, в любое время И, вообще говоря, иметь время для того, чтобы ситуацию разобщить таким образом, чтобы не совершилось катастрофического события Поэтому, чем большее количество людей вы научите таким методам прямого управления, тем, конечно, будет меньше даже тех катастроф, которые не относятся к катастрофам в глобальном смысле Которые могут не привести к катастрофам глобального порядка И в связи с этим, по моей системе внедрения и распространения, учения о спасении гармоничном развитии, я показываю, каким образом видение души, то, что вы видите душой Фактически я же говорю на оптике души, что вы видите душой, как это видение, это знание вашей души, которое имеет ярко выраженную оптическую фазу с точки зрения вашего внутреннего восприятия Как вы можете перенести эти знания в логическую фазу и передать эту фазу другим, то есть показать, как технологически просто можно реагировать на то, что знаете вы, но знаете душой При этом вы можете знать необъявленно То есть душа знает, но духом вы сопереживаете или духом вы профилируете Тогда получается, что проекционная, именно динамическая, связующая часть логики сознания с состоянием души и с развитием духа, фактически Ведь дух, он в этом плане развивается, он вынужден развиваться так, чтобы не произошло катастроф Почему сейчас, ну используется такое слово, как он фактически вынужден так развиваться дух, потому что в условиях возможности глобального уничтожения дух постоянно развивается в сторону предотвращения этой возможности И поэтому, если вы регистрируете и воспринимаете душой фактор того, что некая катастрофа возможна, дух обязательно развивается То есть задача, во-первых, просмотреть с точки зрения внешней оптической формы, внешнее восприятие через логику сознания, как он развивается И во-вторых, если развитие его, ну например, в этом плане не настолько интенсивно, то увеличить скорость этого развития В связи с этим технология сегодняшней встречи, она такова, что в первую очередь вы фиксируете на уровне статики статику собственной души То есть фактически вы воспринимаете оптику души, которая знает, что происходит в мире То есть оптическая фаза души, которая содержит как знания текущего времени, так и знания будущего времени И в данном случае именно граничной, где происходит взаимодействие оптики души с оптикой духа Так вот, граничной позицией является информация прошлого Если вы выйдете в этой позиции на информацию прошлого, то в прошлом известно, что существуют цифры, существуют буквы, существуют какие-то события И вот этот ряд оптически выраженный в виде событий прошлого, в том числе нумерологического плана событий Он говорит о том, что вы находитесь в динамике взаимодействия души, которая знает, с тем, что необходимо сделать в будущем для того, чтобы спрофилировать то, что знает душа Фактически, то, что знает душа, это логическая фаза сознания И вот оптика, которая находится в этом плане возле вас, логическая фаза в душе, она выкристаллизовывается, как очень сильное свечение, идущее, фактически, от вашего физического тела Когда вы смотрите на себя так, то, по моей системе спасения и гармоничного развития, вы видите, как ваше тело, фактически, растет из души Ведь физическое тело, это часть души В связи с этим, когда вы видите органическое такое, как бы, сплетение, органический рост тела, органическое, такое, нахождение тела в состоянии души То вы видите, где динамика этих пересечений с телом, с душой, с духом и сознанием, где она регистрируется в плане действия Ведь задачей управления является действовать И в связи с этим, когда вы план действия подводите, фактически, к себе Ну, то есть, подводите настолько близко, чтобы вы его ощущали уже в глубине души И одновременно, как бы, здесь, возле физического или внутри физического тела То тогда вы видите, что управление, это то, что свершается вами постоянно Вот когда вы приходите, вот, по логике развития сегодняшнего уровня управления к тому, что ваше состояние, это состояние управляющее При условии, что вот то, что я сказал, вы сначала прослушиваете или просматриваете на видеокассете или вычитываете То тогда вы видите, что ваше состояние, которое управляющее, это то, что вас спасает сейчас Это то, почему сейчас не происходит, например, глобального уничтожения Почему существует планета, почему существует, например, внешняя реальность И когда вы смотрите, что даже состояние, как бы, спокойного действия, это есть ваше управление То, по моему учению о спасении гормоничном развитии, вы, таким образом, передаете технологию моего учения В плане, именно, спасения всех, через то, что вы хотите хотя бы действовать И вот, когда вы, например, ставите цель, что вот вы хотите, в общем, например, да Предположим, заглянуть в собственную душу Может быть, у некоторых людей, тех, кто, например, или сейчас не находится на данном семинаре Или в будущем, через какое-то длительное время смотрят эти материалы Они могут подумать, что обращение к собственной душе – это некая усложненная или специальная технология И поэтому нам надо научить окружающих, вот по моей системе, именно спасением и задачей всеобщего спасения И гармоничного развития существует, передать управление даже за счет первичного импульса И вот сейчас наша задача научиться суметь сделать так, чтобы желание, то есть первый импульс желания, то есть вы захотели спасти Чтобы это было реальное спасение, и вы осознали все механизмы управления Это, если, например, с физиомоторикой тела рассматривать, сопоставимый уровень, в данном случае, идет взаимодействие Когда вы хотите что-то сделать, какое-то действие предпринять, вы не обязательно промысливаете, что каждое действие – это есть последовательность каких-то действий То есть вы не обязательно продумываете, что перед тем, как встать, вам нужно ступить сначала на одну ногу, потом на другую и так далее И поэтому, когда вы делаете управление за счет именно действия души, то здесь также не обязательно промысливать часто всю технологическую линию, которую вы, предположим, до этого осваиваете Ведь часто лекционные курсы, например, которые я даю, они именно предусматривают выход в определенное состояние, которое получается либо логически, когда вы прослушиваете курс, либо за счет того, что есть совместное управление И вы, добавляя логику прослушивания лекции, уже в этом состоянии находитесь Следующее состояние, например, желание действовать – это уже есть действие Таким образом, я сказал о том, что желание действовать – это есть действие, но обошел логическую фазу Если вы обратите внимание, то я, например, логически не объяснил, каким образом желание, где вот вообще зерно логическое, где технология Я сразу привел к тому, что через состояние души, фактически, я показал, где есть действие Вот обратите внимание, когда я говорю о состоянии души – это есть специальная оптическая величина в вашем восприятии Это, ну скажем так, конкретный свет, который окружает вас в определенное время И этот свет имеет определенную частоту, определенную геометрическую расположенность возле тела Поэтому посмотрите на состояние своей души, то есть сейчас прямо вот в момент того, что сейчас я веду сегодняшнюю встречу В момент того, когда я произношу слова, посмотрите на состояние души, которое вас окружает сейчас И когда вы увидите геометрическую позицию, где находится состояние этого параметра оптического, вы увидите, что там есть движение Почему я сказал именно о динамическом уровне взаимодействия Движение происходит, например, в сфероидальных системах, то есть некая выпуклая поверхность, которая напоминает, что происходит некое трение И воспринимается, как некое, вообще говоря, трение, ну скажем, выпуклой поверхности одной, там, где граница между духом и душой И это трение, ну как некое движение в море, это есть то, что делает дух по отношению к душе То есть душа может видеть действие духа, но при этом можно не регистрировать нахождение духа Потому что где дух находится, с точки зрения оптики, это другая задача Можно видеть действие, но не обязательно и знать, да, что это делает дух Но при этом не обязательно его находить в оптическом выражении Вот почему, когда я говорю о том, что для профилактики возможной глобальной катастрофы Ни в коем случае нельзя фиксировать отрицательное событие, а надо обязательно действовать А потому что в душе событие очень четко обозначено А действие духа — это развитие, и если мы фиксируем, тогда дух как бы блокируется в системе конкретной, какой-то, ну, событийной И при этом развитие получается точечное, а дух должен развиваться бесконечно И вот бесконечное развитие духа по отношению к вашей душе — это и есть динамика развития вашего сознания То есть понятие динамики в данном случае подразумевает ещё и то, что вы развиваете сознание не только логическим путём, предположим, там, вычитывая книги или, там, прослушивая лекции А так, что, воспринимая реальность, вы можете, например, взяв лекционный материал, работать таким образом, чтобы было опережение по, например, катастрофическому развитию событий реальности И вот это вот опережение — это есть состояние динамики как души, так и духа, так и логической фазы сознания Потому что в логике вы воспринимаете все процессы И когда вы переходите от логики как бы ближе к себе, то есть если логическая фаза свечения перед вами То, по моему учению о спасении и коровичном развитии, передать логическую фазу душе на действие — это нужно, во-первых, именно выделить спектр серебристого цвета моего учения Там, где вот эта вот промежуточная система, и высветить на свою душу, то есть душа должна согреться Идёт тепло по отношению к душе, потому что вы знаете, что вы совершаете благородное созидательное действие, вы предотвращаете Идёт свет к вашей душе, который вас греет Кстати, это может ощущаться как конкретное нагревание, идущее по отношению к вам Просто сейчас сделайте, возьмите и предотвратите возможное катастрофическое событие, ну, например, там, на следующий месяц по отношению, там, к следующей встрече И вы посмотрите, что есть тепло, идущее к вам, то есть действие в виде, просто, на самом деле, как бы, такого температурного параметра, который идёт по отношению к вашей душе И вот здесь вы видите, где ваша душа раскрывается, где она разливается от духовного действия Вот есть понятие, там, там, широкая душа, или, например, понятие, связанное с определением в обыденном, что ли, понимании души, относящиеся к широте души, да Так вот, широта души, ну, которая, вот, именно, затрагивает структуру, как бы, далёкого управления Это там, где, на горизонте, да, с логической фазой сознания, именно на горизонте логической фазой сознания, душа стыкуется с духом Несущей основой для распространения души является дух Так вот, для распространения моего учения о спасении и гормонечном развитии можно духовную составляющую, относящую ко всеобщему спасению, сделать основой И тогда вы получите весь механизм, который заложен в данном учении в виде конкретных технологий Вот, когда вы входите уже в конкретные технологии, например, в нумерологические системы То здесь, ну, предположим, рассматривать числовой ряд, который восстанавливает при каком-либо диагнозе здоровье, приводит в норму То здесь видно, что числовой ряд — это то, что организовывается духовной основой, где есть распространение вашей души Ведь как только вы показываете, что вы можете на числовом уровне сделать управление и, например, самовосстановиться Естественно, это распространение на логической фазе, оно очень быстрое Человек, который об этом говорит и кто-то об этом, например, услышал, то этот механизм очень действенный просто фактологически Что если можно за счет числового ряда восстановиться, то, конечно, лучше, кто это услышал, он будет это делать Даже не потому, что, например, он хочет этим заниматься для своего восстановления А он будет это передавать как бы подспудно, да? Вот понятие подспудно, где есть понятие пут, да? Откуда? То есть некий вес Так вот, вес — это проявление вашего тела в структуре, в логической фазе сознания Вот когда вы действуете вот этим, ну, что ли, действием подспудно, вы видите конкретные числа Ведь вес, он совершенно конкретен, чтобы посмотреть, как работает числовой, например, нумерологический ряд То есть с точки зрения восстановления человека Значит, то здесь очень просто проекция весовых структур на вот эту широкую структуру души Это и есть конкретные числа, конкретные точки веса Ну, измеряемые или в фунтах, или там, в граммах, или в килограммах Как правило, в граммах И поэтому, если вы хотите построить, предположим, нумерологический ряд даже Точный нумерологический ряд по управлению событийным уровнем То достаточно, как бы, на трёх, фактически, как бы, подложках оптических сделать перед собой поле Нижний уровень — это структура духа Средний — это распространение, то есть расширение вашей души в оптическую фазу внешнего пространства из тела И далее это логическая фаза сознания И стоит только, опять же, душой посмотреть через логику сознания, видно число Вот, предположим, как увидеть, что, например, из будущего числа, предположим, да, из 25-го Свет идёт именно сюда, именно в это время И какое нужно тогда число, чтобы, предположим, спрофилировать события Отрицательного или, возможно, глобального катастрофического плана в декабре То здесь можно очень просто использовать вот эту систему весовых контуров, так скажем, да, Которая проецируется в конкретные числа, в конкретные события, формы и так далее И вот здесь возникает вопрос, каким образом эту форму расформировать Которая, вообще говоря, не должна, например, реализоваться Вот стоит некое здание, да, которое может там загореться, например Это видно в событии Но, предположим, я диагностирую самолёт или делаю диагностику каких-либо событий Это совершенно чётко видно Это видно просто как в кино или более подробно Потому что, видите, одно дело в кино это плоский вариант А здесь можно видеть любую структуру вплоть до атомарного уровня Так вот, когда вы входите в атомарную структуру То отсюда, кстати, смотреть проще Вот сделайте такое управление Посмотрите, предложим, на следующий месяц, на декабрь И просто из души посмотрите И вводите в структуру молекулярную И посмотрите оттуда Вы увидите, что сначала будет необычно Что идёт преобразование некое там сферическое, как будто через ряд сфер Потом всё очень чётко видно Каждый видит то место, где его личная задача спрофилировать Так вот, у каждого человека, который находится в системе всеобщих связей Всегда есть личная задача И он участвует в этом максимально И когда вы видите, что лично вы должны сделать, например И делаете, это очень сильный, обогащающий всех остальных уровень Стоит только вам достигнуть управления То есть сместить структуру туда, где нет катастрофы И есть гармоничное развитие Причём вечное Тогда, как только вы это показываете Вы приходите к следующей системе моего уровня Учения о спасении и гармоничном развитии Где ваша личная задача, которую вы решаете благополучно Она распространяется на всех потому, что Эта задача на самом деле всеобщая То есть есть совершенно конкретный общий механизм задач У каждой личности Но есть задачи, которые сконструированы Например, сделать так, чтобы не было возможности глобальной катастрофы И параметры этих задач, они совершенно узкие Если вот человек заходит в метро, то возможности входа ограничены И в связи с этим люди, тем не менее, идут по одному уровню, например По одному потоку, они же не расширяют, не доставляют турникета дополнительно, да, по собственному желанию То же самое в структуре управления Когда общая задача, мы предложим там, да, задача проехать в метро Это одна задача общая у тех, кто движется данным маршрутом Так вот, понятие маршрута, куда движутся люди Это их личное, да, но они проходят через один и тот же турникет Поэтому в логической фазе сознания, когда мы говорим о логике, где вообще логика пересекается с душой Каким образом нам точно знать, что происходит в будущем Причем знать сразу так, что мы можем либо полностью превратить катастрофическое явление Либо хотя бы преуменьшить, но поставив при этом задачу для максимально быстрого распространения этой технологии для всех Потому что как только распространится, это больше и шире, то вообще говоря, как я уже сказал Вполне очевидно, что даже мелких катастроф может уже не происходить Почему, конечно, возникает вопрос, ну, как бы в принципе, используя силовые методы и не сделать, не заблокировать, да, возможные катастрофические процессы Дело в том, что мир, он же очень объемен, да, во внешнем пространстве И если мы будем исходить из того, что можно, ну, сейчас вот взять и директивными методами на Земле заблокировать, предположим, какие-то системы То внешнее пространство, оно же обладает часто другими свойствами И в связи с этим задача духовного развития человека состоит в том, чтобы быть универсально подготовленными к любой системе Например, чтобы не было техно-кибернетических систем, которые могли бы взять контроль над человечеством Не было бы некого внешнего воздействия из космического пространства и так далее Поэтому логическая фаза сознания, она базируется как бы вот на таких трех китах, фактически, что именно в оптическом восприятии Что это внешний контроль, это контроль по системе развития и контроль с точки зрения организации логической фазы То есть мы имеем в виду, что в организации логической фазы участвует душа, дух, естественно, создатель, но также и сегмент самой логической фазы Поэтому, когда мы хотим, как бы, ну, ухватить за хвостик, да, ну, собственно говоря, за нитку эту событию, где же вообще вот та субстанция самой логической? Почему она часто является скользящей в событии? А потому что событие в будущем не всегда является четко определенным Так, предположим, как в прошлом, а если оно забывается, то оно в прошлом тоже начинает исчезать, да, из памяти людей Могут происходить какие-то движения ветра и песчинок, которые никто не видит, но ведь ясновидение можно это увидеть Поэтому, получается, каким образом ясновидение, например, да, видит процесс, ну, воспринимает процессы, которые не входят, как бы, в систему коллективного сознания? Но ведь по системе всеобщей связи каждый элемент с любым другим связан элемент Поэтому, когда вы поставите задачу, например, предположим, выхода на именно вот этот субстрат найти логику как динамику, именно логику как динамику управления событиями То вы увидите, что это есть то, что и обозначает точную логику спроецированную в состоянии души и на вашу душу То есть вы душой видите точные системы, точные координаты и совершенно точно уже из души переводите в логику как бы приближенного восприятия В качестве управления я сейчас предлагаю сделать следующее Во-первых, задача всеобщего спасения на логическом уровне, где вы управляете логикой и душой одновременно Затем задача по работе над задачами зала, где вы управляете логикой и духом одновременно И затем ваши личные задачи, с которыми вы пришли сейчас в зал, где вы управляете только душой По возможности не вспоминайте, что сейчас я сказал еще раз, просто начинайте работать, а я посмотрю и поработаю вместе с вами сейчас По возможности, когда работаете, не входите в состояние подобного транса, лучше работать в состояние ближе или лучше вообще точно самоорганизаться Это не трансовое состояние, это состояние самоорганизации Логика достаточно просветленная, не надо, например, именно входить в понятие вот медитативного транса И следующий элемент, когда работаете по задаче, например, всеобщего спасения, вы являете свою частную задачу Ведь она достаточно простая, вы находитесь на этой же земле, всеобщее спасение, в том числе и спасение конкретно вас, когда вы находитесь на этой земле Земля не раскалывает, соответственно, вы спасены То есть находите частные признаки всеобщего спасения, задачи всеобщего управления Это, конечно, не обязательно, там рассматривать, что какой-то раскол земли перед вами, как вот, типа, при землетрясениях Не в этом дело Смотрите частные признаки, они могут быть индивидуализированными То есть они могут быть совершенно какими-то внутренними, совершенно какими-то, ну, как бы, интимными Может быть, в виде полос света, может быть, ассоциированного восприятия или отдалённые, похожие на, скажем так, некие мечты о счастливой жизни Так вот, если вы возьмёте эти мечты о счастливой жизни и приближитесь сюда, там, вообще говоря, есть технологии, как же их достичь, этих ситуаций Потому что, если у вас в пространстве Души проявилось именно счастье следующей жизни, благополучие, где нет, естественно, вообще какого-либо уничтожения Вы можете технологию достаточно простую, то, что относится, мы предложим, к порядку мечты, сделать реальностью То есть ведь в технологиях управления за счёт состояния Души вы не разграничиваете параметры восприятия Как, что это, мечта, или это мысль, или это, вообще говоря, просто информация, которая относится к разряду истановической информации Как я сказал, основное в задаче управления ни при каких условиях, не поддаваясь ни на какие там уговоры, не фиксировать отрицательный статус информации Просто вот двигайте своё и всё, чтобы вокруг не происходило Это основное, не обращать внимание на разговоры, на просьбы Конечно, в случае, если, ну, я как сказал, контролируемая система, да, машина стоит, никуда не едет, где вы лично можете проконтролировать, можете её диагностировать, нет проблем Но в любом случае, если есть минимальный уровень уменьшения контроля за системой, не фиксируйте прогнозы на отрицательную фазу Так вот, уровень благополучной мечты это то, где есть оторванность от возможной, как бы, катастрофической системы развития событий Ну, как некий сферический шарик, который подвис в такой прозрачной, мягкой фазе восприятия И где-то он перед вами, да, ближе, как бы, вроде бы, к сердцу, с левой стороны, но с другой стороны он является всеобщим Так вот, вот этот подвисший такой простой шарик, есть же понятие, там, некой благополучной жизни, такого благоденствия Отсюда строились много различных теорий в своё время И если, например, это делать только на физическом уровне, реализовывать, то есть какие-то планы строить То мы, конечно, можем их начинать, но, как бы, пока на уровне сознания мы не придём к тому, что мы должны сначала оформить это на уровне управления То тогда только мы можем реализовывать благополучное развитие общества В связи с этим, по моему учению о спасении и гормоничном развитии, есть совершенно конкретная связь между тем, что мы делаем и тем, что мы сначала должны сделать на уровне управления за счёт своего сознания То есть если вы делаете, ну, там, движение какое-то просто физическим телом, то тело должно быть здорово, оно должно совершать это движение Земля должна быть, например, да, пространство должно быть, должен быть воздух и так далее Так вот, принципы организации этих систем, в моём учении о спасении и гормоничном развитии, они связаны таким образом, что если мы рассмотрим позицию воздуха как структуру, которую человек воспринимает для жизнедеятельности То стоит только в эту позицию как бы ввести структуру души, то есть расширить свою душу до организации воздуха через уровень логической фазы сознания То мы находим, каким образом как бы в автоматизированном действии мы это уже делаем Первая задача это найти и передать другим, то есть посмотреть на себя через эту точку, через эту задачу фактически и передать другим Так вот, когда вы смотрите на себя через эту задачу и передаёте другим, то другой же он уже есть в вашем управлении, он уже взял А следовательно, вы можете другому передать же в будущем, как правило, вы автоматизированно передаёте в будущее, а не в прошлое Конечно, можно передавать в прошлое, чтобы он, например, быстрее освоил, но в большей степени коллективное сознание устроено так, что люди передаёт, например, или в текущем, там, а в следующую секунду И вот по именно моему учению о спасении и гармоничном развитии почему нужно как можно шире передавать знания Потому что передача это уже есть то, о чём я сказал, когда желаемое уже реализуется, то есть вы создаёте платформу Если вы сумели передать, то значит Земля есть в следующую секунду И когда вы, например, делаете такое управление, то почему именно, опять же, система передачи? Потому что ведь другой, каждый, он же тоже передаёт, то есть получается совокупное действие, коллективное действие Если мы вспомним про, ну, как я абстрагировался условно, да, про турникет общей цели в метро То, рассматривая вообще позицию просто метро, да, чтобы вообще метро существовало Мы проходим через эту структуру таким образом, что общие цели, общие физические планы, например, там, существование турникета метро Общее движение людей, не обязательно метро, да, поле, поляна, космос, но обязательно Земля, где есть всё, что нужно человеку для жизнедеятельности, как минимум То, что будет дальше по развитию во внешнее пространство, это задача следующая Сейчас нужно решить конкретную, насущную задачу хотя бы выживания цивилизации И в связи с этим возникает вопрос о воспроизводстве Ведь для того, чтобы цивилизация выживала, нужно иметь непрекращаемый ресурс Плюс существует технология полного восстановления уже реструктурированных систем, например, после биологической смерти, воскрешения и создания новых систем, развития бесконечных систем То есть всё должно быть восстановимо, а следовательно, всё это может быть подконтрольным только в том случае, если вы делаете за счёт собственного сознания Как вам это нужно? Ведь о Создателе каждый свободен Создатель создал каждого абсолютно свободного и поэтому, если где-то нарушается свобода воли, то мы имеем, ну как бы, завихрённое, да, развитие То есть там вот эта вот широкая система Души начинает стыковаться с Духом и логика начинает проявляться как логика не идентифицирующая внешние события Ну как некая иммунная система внешней реальности, что если вы начинаете иметь точки, как бы, слепания, точки завихрения, точки, как бы, именно, неких аномалий То получается, что стоит только воля, Создательной воли, конечно, одного человека не реализоваться, мы имеем своеобразный сток И мы, как бы, практически всё время находимся, на самом деле, в этом месте Вот почему нужно обязательно всеобщее развитие всех, именно по системе вечного развития, потому что, как я сейчас показал, это же очень простые, ну, слиплись вот эти три системы и всё И тот, кто один, вот, например, да, все это умеет, если один хотя бы не умеет, он начинает фиксировать реальность с точки зрения просто его свободы проявления, воли проявления А ведь с точки зрения Создателя все равны, следовательно, там, получается, он в этой позиции определяет функцию коллективного сознания, пусть даже в одном параметре И поэтому, когда мы говорим о задаче вот образования, то образование должно быть таким, что, если даже один освоил, например, там, более высокие технологии, они должны быть как можно быстрее всеобщими Так вот, уровень перетока, по моему учению о спасении и гормоничном развитии, он таков, что, например, я семинары провожу так, что я не готовлюсь, а создаю речь, конкретно текст семинаров Уже в момент проведения семинаров всего лишь навсего отсматривая задачу всеобщего спасения То есть принцип очень простой Если там нужно продемонстрировать самолёт, я конкретно диагностирую, нахожу дефекты, там, самолёт, например, не разбивается Если зал, то задача же идёт через всё равно, через задачу всеобщего спасения Или там, кто будет смотреть видеокассеты, я конкретно сейчас создаю эту реальность Когда видно, что сейчас происходит взаимодействие активное, да, основное Так вот, задача максимального уровня управления, когда человек или тот, может быть, коллектив, не обязательно один человек Занимается задачей всеобщего спасения, он должен реагировать на реальность Ведь дух должен быть подготовлен именно реагировать на любую реальность В связи с этим именно задача, почему именно любую, потому что, ну, скажем так, бесконечный спектр событий из внешней реальности Он может быть не только из внешней, он может быть внутренней Предположим, бывают такие состояния у людей, что, как бы, множество всяких переживаний вдруг, как бы, нахлынули на человека И получилось, что некая точка их зафиксировала То есть идёт очень большое количество событий, человек проматывает, как бы, восприятие Так вот, существуют же и внутренние всплески, которые просто ваши мысли И вот источник их часто может быть, как бесконечность, нерешённая задача Когда-то, в прошлом И получается, что человек в этом плане не разделяет в этот миг, что есть внешнее реальности, что и внутреннее Так устроен человек, мы же ведь говорим и об устройстве, как человек вообще создан Ведь, когда вы видите с точки зрения Создателя, как он создан, вы можете действовать, как Создатель И здесь вот эта вот точка сжатия, да, пограничная точка внутренних и внешних систем Это точка, как бы, абсолютной жёсткости, где все системы логические, духовные и душевные Они направлены на преодоление, которое называется именно бесконечной жизнью и, вообще говоря, жизнью в одном физическом теле Ведь вы решаете и в своём физическом теле Следовательно, ресурс у вас уже есть, вы это делаете И вот эта вот линейная система, то есть вертикальный, как бы, вертикальный столб света, который начинает вас в этот момент окружать Когда вы принимаете такое вот, как бы, внутреннее жёсткое решение Это есть структура, на самом деле, построения ваших клеток Вот если вы посмотрите на свою клетку таким образом, то вы, как бы, на некую пластину опираетесь в сознание и видите, что это ваша клетка, на самом деле Так вот, если клетку не как вот в атласе морфологии рассматривать, а рассматривать с точки зрения организации, с точки зрения души, духа и сознания То это тоже пластовая, в том числе, система Как только вы входите в пласт, там вы находите множество различных сфер, которые находятся в динамике, движутся, пересекаются И вы можете очень чётко определить, где структура духа, где структура логической фазы сознания, а где структура души в клеточной системе Вводить это вот сделайте просто сейчас Вводите в клеточную структуру, например, там пальца своего, вообще любого человека, в кожу И посмотрите с этой точки зрения вот эти сферы начинают крутиться Посмотрите их цвет, они сначала кажутся одинаковыми, то есть они имеют одинаковый, например, серебристый цвет И как в пространстве невесомости крутится Но если вы посмотрите, содержание их совершенно конкретное Нельзя, например, именно то, что организовано душой, нельзя там, например, перепутать с тем, что организовано духом Так вот откуда у вас это точное знание? Если вы продержитесь в этом точном знании, ну хотя бы там миллисекунд, да, какой-то миг То имейте в виду, что это точное знание, это есть, на самом деле, уровень всех знаний Вот почему каждая логическая фаза событий, как мы сделали тренинг, да, вот эта изюминка логической фазы событий Почему видящий, имеющий, ну развивающий свои сновидения видит не только то, что видит всем Но может видеть то, что как бы вообще недоступно с точки зрения хотя бы одного Где-то в каком-то лесу там колышется листочек Вот посмотрите на него, он же действительно колышется Ну пойдёмте или вот выйдем, например, своим восприятием за пределы этого здания В первом семинаре в этом зале я сказал о том, что это в сентябре 2002 года Я сказал о том, что сделайте каркас такой, чтобы свечение захватывало проходящих людей Но если свечение, идущее от вас, попадает к проходящим людям, то с залом всё в порядке То есть выход, взаимодействие Если стоит только как бы ставить задачу нормы, то задача нормы – это следующее развитие Так вот норма сознания, когда вы воспринимаете всё, что вы хотите по задаче спасения Нужно вам смотреть на листочек? Смотрите, нужно диагностировать двигатель Или какой-то химический процесс с физической диагностировать? То есть никаких проблем в принципе нет, это же норма Вот сейчас я показал, что это просто норма, которая является нормой, например, внутриклеточного состояния Каким образом вообще существует с точки зрения Души именно организованная оптика, да, фактически это же организованное оптическое проявление реальности, тело физическое А там же масса внешних событий и внутренних То, что это нормированное состояние И поэтому в связи с этим мы получаем как бы такой параметр, что если мы имеем состояние нормы То это состояние, которое, во-первых, содержится уже в вас Я привел вообще один только из примеров, где во внутриклеточной системе и как нужно смотреть, чтобы получить критерии нормы, ну, как некий коммертон А вообще говоря, критериев можно найти больше Давайте сделаем совместное управление и в поиске критерия, обратите внимание, это новое в постановочном варианте управление Потому что в поиске критерия вам нужно найти фактически такое управление, где, ну, как бы поставив задачу получения знания, вы делаете созидательное управление Так вот в поиске критерия сделаете те же самые задачи Всеобщее спасение Сразу же переходите на выполнение задач зала И в следующем уровне выполнение своих частных задач Ну, несколько, получается, напряженно возникает некое давление на внутреннюю струну души, которая локализована, например, там в области сердца Так вот там, где сердце проявлено как структура именно плотного состояния души, вы видите, что вы можете очень быстро восстановить таким образом сердце Не только себе Если вы в поиске критерия делаете действия, вы получаете часто сверхсильное управление Но в этом действии вы фиксируете положительное событие через норму своего состояния Ведь мы же должны развиваться гармонично, следовательно, задача управления такова, что вы должны иметь норму, потому что вы нормируете себя И норма должна быть всеобщей Как я сказал, по моему учению о спасении гармоничном развитии стоит только показать структуру нормы, это практически мгновенно передается Так вот, чтобы это передавалось всем и на любом расстоянии Давайте перейдем к тому, что то, что происходит с вашим телом, с вашими событиями, когда вы решаете ситуации Ведь на самом деле вы их решаете нагрузочно, стоит только поставить задачу всеобщего спасения, вы от нее уже не уйдете То есть на информации она находится перед вами Вы все равно, так или иначе, думаете вы о ней или не думаете, все равно ее решаете Все равно человеку приходится считаться с тем, что возможно глобальное уничтожение Если цивилизация развивалась так до эффекта Кюри, еще когда не было, например, именно выявления радиоактивных элементов То как бы репрессивная фаза исторического развития, она была локальной Но с момента нахождения системы, которая уже привела к системе глобального возможного уничтожения Если цивилизация имеет те же практически законы, то получается, что, ну просто исторически получается, что человечество может развиваться таким образом, что, значит, происходят какие-то элементы, когда, ну как бы социальная скорость развития не успевает за тем, что происходит, например, в исследовании физики процессов Если говорить, например, о технокибернизации общества, о том, что могут происходить совершенно различные процессы в будущем, да, от каких-то открытий, там, сверхсложных, сверх, там, не знаю, каких-то сказок, вернее, знаю, но говорю, что не хочу эту информацию фиксировать То есть возникает ситуация такая, что нам нужно сделать так, чтобы эти знания по отрицательному плану не реализовались Да, можно поставить там, не знаю, и это может действительно не реализоваться То есть задача управления заключается в том, чтобы человек не зависел от развития внешней реальности С точки зрения социальных процессов, чтобы он созданный создателем был вечен, был здоров, и у него складывались благоприятные события жизни В связи с этим возникает задача управления, где вы расширяете свою душу на социальной, на процессы контроля физических каких-то элементов исследования, на то, что делают фактически другие люди, другие ведомства, другие системы И в бесконечном варианте задача человека это все-таки контролировать практически все системы, в том числе на жесткой логической фазе сознания Так вот, если с точки зрения создателя задать вопрос, зачем была создана, например, такая логическая фаза сознания, которая, ну, как бы контролирует, как человек часто считает, может быть, что только какую-то часть процессов Так вот, логическая фаза, она устроена в данном случае также послойно, и вот подложка, как бы, основная, вот то, что мы ищем, изюминка вот это вот, что есть, собственно говоря, логика восприятия Где вообще она, чтобы ее взять и расширять путем управления, ну, то есть не заучивать тексты, а просто навсего добавлять управление и спокойно, например, смотреть телевизор Где вот эта логическая фаза, да, управления? Телевизор при этом может быть такой, что он может смотреть любую передачу или что-то писать, о чем-то думать, но при этом логическая фаза должна контролировать все процессы Так вот, с точки зрения Создателя, такой процесс управления, он заключается в том, что логика это то, что есть выражение вашего тела Это есть в том числе и ваше физическое тело, вы же логически мыслите Так вот, получается, что тело, физическое тело человека, чтобы рассмотреть, как вообще происходят процессы мышления, как происходят процессы фиксации каких-то, как вообще, ну, элементов, да, реальности То есть как человек принимает решение, почему он так принимает решение, имея какой-то логический фронт Я сейчас говорю ради вот именно вот это, про логику, ради достаточно простой вещи Каким образом на спектре воспринимаемых событий, да, создать полный контроль по внешней и внутренней реальности А воспринимаемые события, как я сказал, могут быть различные, там, чтение какой-то книги, при этом же нужно создавать все равно полный контроль И вот в связи с этим Создатель создал именно задачу такого плана для человека, когда он, решая какой-то вопрос, создаёт полный контроль Или, например, занимаясь каким-то вопросом, создаёт полный контроль за счёт фиксированных логических уровней восприятия В светооптике это может быть какая-то мысль, какое-то желание действовать И вот если мы соотнесём такое состояние с клеточным уровнем, о котором я же рассказал То здесь взаимодействие этих сфер, например, сфера, созданная Душой, Духом и логических осознаний и их взаимный свет, они создают конкретные технологии И вот, например, по моему учению о спасении и гормоничном развитии, конкретика этих технологий заключается в том, что вы должны видеть универсальный принцип создания Как межатомарного, там, клеточного, даже доклеточного, до информационного уровня Так и принцип вашего собственного сознания, ну, как вы себя видите, в общем-то, в виде, ну, в том, в котором вы видите, там, зеркало, просто воспринимаете в физическом теле И вот это вот единство восприятия, единство восприятия Это то, что формирует структуру вашей Души Структуризация Души, то есть развить, фактически, структура, это то, что определяет, ну, индивидуальные признаки Личности И когда вы структуру Души можете расширять, то есть, ну, сделать движение, это все-таки достаточно, это жесткая структура реальности Структура Души – это то, на чем базируется практически вся реальность Если вы можете ее расширить логическим действием, то есть найдя вот этот уровень, исходящий из тела именно Души, такая очень яркая оптика, жесткая оптика Если вы можете ее двинуть, то вы можете распространять любое событие отрицательного плана, которое вы воспринимаете Душой Ваша Душа уже такова, что вы можете в состоянии чтения, ну, в логической фазе какого-либо материала, что угодно делая, вы управляете уже как опытный управленец То есть переход от, ну, скажем так, начального уровня управления до опытного управления управленца на уровне оптических фаз восприятий Получается всего лишь навсего в том, что вы правильно находите координатную систему, которую сейчас я написал, именно описал И когда вы делаете это управление, вы видите, что события как бы размежевываются, разводятся, отрицательные какие-то пласты расформировываются Очень просто, очень понятно и совершенно очевидно То есть вот это вот здание, которое может сгореть, оно, значит, как бы вводится в другой пласт духовного плана управления И этот пласт становится таким, что здание не горит, например Когда есть, ну, некие предпризнаки событий, когда вы видите, что такое действие происходит, то у вас возникает задача личного управления Вот у меня, например, один из учеников рассмотрел в свое время пожар, который произошел на Остангельской телебашне, причем за год И он, значит, ну, приходил и говорил, вот я уже, сначала он видел ее накренившимся и очень сильный пожар, он там месяц проработал В конце концов он ее выправил, значит, и где-то за месяц примерно, причем, он говорит, такие ощущения, чуть ли он не спиной держал эту башню В конце концов он, видимо, он занимался, занимается бизнесом и потом стало уже особенное, он говорит, я ее поставил И я им сказал, это, вообще говоря, личная задача, раз вы увидели, значит, вы должны лично этим заниматься Конечно, задача минимизации именно или вообще выправления ситуации в норму Это задача лично каждого, и вот, вот этим инструментом структуризации души в линию своей задачи То есть вы структурируете душу, фактически, когда это вот жесткое, как бы, фронтальное свечение собственной души Упираете в задачу, например, спасения всех, то сама задача это уже спасение Я ведь сегодня сказал в начале встречи, что задача спасти, это должно быть уже спасение Так вот, вот это конкретный механизм, когда вы приходите к структуре собственной души, получаете личную задачу и делаете Почему, например, через секунду, да, у вас не встает следующая задача и так далее? Потому что, сделав одно действие правильно, знание практически мгновенно передается всем И поэтому вот эта вот интегральная характеристика, она такова, что в этот момент, на самом деле, расформируется большое очень количество катастрофических событий Ведь, если посмотреть даже на состояние вот просто техники, которая сейчас обеспечивает контроль за спутниковыми системами, даже за ядерным оружием Там достаточно много проблем связано с тем, что сложные системы, как правило, часто выходят из строя Но, тем не менее, не происходит, да, например, там, глобальный катастроф Здесь часто действует коллективное сознание, в основном все устроено на принципах именно действия коллективного сознания И получается, что сознание людей сейчас позволяет сдерживать на нарастание катастрофических событий Ну, в силу разных причин кто-то очень жестко держится на позиции своего благополучия Кто-то старается где-то в чем-то помочь, участвовать в каких-то движениях, типа, там, Greenpeace и так далее Но задача ведь управленца заключается в том, чтобы все-таки, на мой взгляд, как я считаю, по моему учению о спасении гормонечного развития Находясь где бы то ни было, уметь действовать как в профилактике, так и с текущего времени, как бы, реагентно Поэтому, когда я сказал, например, сегодня я ставлю структуру сегодняшнего семинара То я рассматриваю, опять же, одну очень простую задачу Как можно быстрее достичь того, что всеобщее спасение это есть контролируемая система И мы этого достигли так, что мы об этом знаем логически И вот, когда, например, я говорю опять о логике сознания, то вот в этой задаче логика сознания, логическая фаза сознания Это то, что, фактически, ну, объединено и единое целое с тем, что является Душа и Дух Там, где есть присутствие Создателя по его задаче и цели И когда вы от структуры собственной Души, от этого жесткого фронтального свечения, идущего, например, из вас, от вас Выходите по задаче Создателя и увидите, какой путь, какие действия вам надо предпринять Это, кстати говоря, очень жесткие конкретные действия, конкретные, скажем так, ступени, конкретные, значит, мероприятия Они очень четко, они вам понятны, видны и вы постарайтесь посмотреть на них сейчас и сделайте такое управление Посмотрев на свои личные задачи, значит, по целям Создателя Посмотрите, что сейчас нужно сделать для всеобщего спасения Для решения задач Зала, например, или же сделать для решения, например, там, своей частной задачи Что сейчас надо сделать? То есть Свет, идущий от структуры Души, проходит через ту структуру, где Дух, Душа и Логическая фаза – это единое целое Туда, куда упирается структура вашей Души и уже идущая от Создателя фактически это ваша Душа Но как ее создавал Создатель, то есть как она структурирована Создателем, где ее задачи? Когда вы это видите, вы получаете совершенно конкретный механизм и вот по нему работаете И дальше, когда вы делаете работу, работа освещена Светом Создателя Потому что в работу, которая получается от Создателя, включен механизм реализации Создатель, который сам вечен и создал цель вечного развития, он, естественно, дает механизм Конечно, возникает вопрос, почему не все это берут и пользуются данным механизмом Потому что данный механизм надо найти Ведь задача всеобщего развития именно вечного – это задача просто получения Знаний И когда вы эти Знания имеете, то все фазы Душа, Дух, Сознание и другие элементы реальности Все воедино связано в плане просто восприятия Знания Причем Знания о любом элементе Например, я смотрю на видеокамеру, да, на то, что идет запись, красная точка Это я, например, же не продумываю, что вот так, как говорит красная точка, то значит идет запись Потому что это и так ясно, да, я эту не формулирую мысль Так вот, когда вы переводите в Знания, то получается, что от воспринимаемых Знаний вы всегда имеете развитие в сторону всеобщего спасения Когда вы приходите к Знаниям вот так, как сейчас я сказал Когда вы видите то, что заложено в это Знание, то есть идущее к вам И когда вы видите, что идущее к вам в виде Знаний – это то, что является уровнем и символом присутствия Создателя Что это ваше личное, вы это знаете и понимаете, то каждое действие становится контролируемым Вы можете видеть, ну, смотреть какую-то телепередачу и при этом точно знать, что не происходит возможных глобальных катастроф И вот это Знание отражается уже в вашем сердце, в вашей Душе, в вашей логической фазе Сознание Души, обратите внимание, именно Сознание Души Так, что ваше сердце организовывается и вы полностью организовываете, потому что вы знаете, как устроено Знание И когда вы видите, как устроено Знание, потому что это какой-то там предмет, какая-то телепередача Или же какой-то элемент просто, ну, предположим, вот сейчас, да, лекционный элемент, элемент семинара, когда вы работаете То Знания, которые фактически, как бы, прозрачны, значит, в оптике восприятия Они, как раз-таки, объединяют, правда, уже в динамике, они объединяют в динамике именно действие Души, действие Духа, действие логического фаза Сознания И других элементов, которые вы воспринимаете в качестве элементов, например, там, внешнего мира Но пока вы не рассматриваете, как, например, организовано действие по доступу, предположим, в растущее дерево Как, вообще, ваше Сознание организовывает дерево То для вас внешне могут существовать ещё внешние элементы реальности, которые, ну, как бы, дополнительно ещё существуют в элементах Знаний Так вот, если, оставив даже та картину, да, не переводя это только в чистое Знание А, ну, есть, понятно, да, фундаментальные науки и есть некие прикладные системы Так вот, если смотреть на это Знание, как элементы взаимодействия Души, Духа и Сознания То Создатель даёт то, что организовывает Знание, то есть пространство Пространство действия Создателя И когда вы на это пространство смотрите, то мышление ваше в этом пространстве это очень быстрое постижение Знания, это мгновенный доступ к информации Это действовать так, как Создатель при этом, потому что войти в пространство вы не сможете, если вы сами не действуете, как Создатель Синхронизация по параметрам Света И в связи с этим, когда мы рассматриваем такой аспект развития Души, то Знание это есть в том числе и ваше собственное тело Когда вы относитесь к телу как к Знаниям своим причём то вы видите, что тело устроено гармонично и, например, восстановление да, самоорганизация это процесс как бы улавливания ну некий вот идёт поток Знаний и некое состояние просто улавливания Знаний Предположим, если рассмотреть древние буддистские технологии, то они работали по поточным уровням и определённые делали уровень вибраций, когда внешнее Знание давало им практически всё необходимое так вот сейчас я предлагаю такой провести тренинг, который говорит о том, что те Знания, которые вы воспринимали ранее, ну например, как обычные Знания а теперь можно воспринимать как Знания такие именно так и такие, как сейчас я сказал то постарайтесь на этом уровне восприятия Знаний, не обязательно это поточное или там сейчас уже много времени прошло от древнебуддистских технологий сейчас другое время, тем не менее постарайтесь воспринять Знания, если хотите посмотреть на древний буддист, коррелируйте сейчас, то есть соотнеситесь с текущим временем но лучше всего воспринимать конкретно своё, что возле вас и работайте Знанием направьте Знание на задачу опять же всеобщего спасения, задачи зала, задач тех, кто будет смотреть, например, данную видеозапись и при этом или кто-то будет вычитывать тексты, предположим, вообще с кем соприкоснётся эта информация бесконечности, поработайте с задачами бесконечного развития этих технологий и потом придите к личной задаче затем возьмите личную задачу, сделайте выше, то есть сначала и интегрируйте, то есть сделайте всё воедино и делайте это на уровне просто восприятия Знаний даже не конкретных вводите в состояние восприятия Знаний и работайте восприятием Знаний работайте в большей степени Душой я работаю вместе с вами старайтесь обратить внимание на меня и на окружающих, на уровне Знаний по возможности старайтесь работать всё-таки так, чтобы вот есть да такое Знание давит да, как некая давлечь такая внешняя масса информации старайтесь от давления всё-таки отходить вот это вот понятие Знания давит это в большей степени бытовые понятия оно кстати возникло таким образом что когда вы делаете управление да, познание вот например вы берёте информацию с какой-то книги предположим да, книга имеет вес то по принципу равности всех объектов информации если вы воспринимаете информацию книги вы на логике вот в логической фазе Знания как бы загружаетесь дополнительной массой на уровне логики восприятия поэтому старайтесь работать таким образом чтобы Знание не загружало сохраняйте тот вес который вы от Создателя имеете ну свободный не загружающий вес тогда получается вы можете освоить бесконечное количество Знаний и при этом вы не будете например использовать дискомфорта и воспринимать бесконечное количество Знаний поэтому задачей управления в данном случае является то что вы должны обязательно работать со Знаниями но не загружаясь ну вы же можете смотреть телевизор вам не обязательно трогать там как именно брать какую-то литературу с телевизора какие-то то есть участвовать в каких-то сюжетах ну примерно такой же принцип работаете как бы дистантно и когда вы например работаете через структуру Знания посмотрите что решение вопроса всеобщего спасения вопроса например ну там личных задач становится гармоничным потому что ну Знание обладает критерием можно воспринять можно направить можно передать и в связи с этим вот мое учение о спасении и коробочном развитии базируется на том что я даю именно вот в словесном варианте зачастую достаточно много в том плане чтобы это были просто выраженные например знания на бумаге например и которые бы передавали всю технологию в целом и они так и должны передавать по сути управленческого действия таким образом когда вы работали через структуру Знания то вы видите что ну возникает концентрация Знания кстати просто прямо видно зал очень сконцентрированно в плане Знаний но ведь Знания они же всеобщие следовательно так как по моему учению о спасении и коробочном развитии именно посредством восстановительного комплекса вы должны использовать то есть восстановить нормировать свои события например да свой организм и суметь эти Знания передать так вот передать как бы получается вообще особенно и делать нечего это всего лишь навсего обычные Знания состояние кстати критериально не отличается от структуры обычного Знания и если вот ну посмотреть моя работа это прикладную структуру создающую область информации то там я как раз описал что как можно сделать восприятие таким образом что ну когда вы читаете текст какой-то там это вписано в виде технологии если вот внимательнее вычитать каким образом можно сделать восприятие таким что бы чтобы уметь скорость восприятия регулировать и когда вы например делаете вот регулирование скорости восприятия то самый максимальный самый простой элемент да когда вы находитесь в состоянии покоя и при этом воспринимаете максимально то есть вот ну достаточно простой да элемент находиться в покое а при этом воспринимать всё что угодно на любой скорости и вот это состояние покоя это то что организовывает ваше физическое тело с точки зрения логической фазы развития души в эти формулировки старайтесь вдумываться с точки зрения уже элемента векторного знания например в моем учении спасения гармоничного развития в разделе значит управления в политике я показываю каким образом можно использовать технологию знания полученных в политических системах при этом это могут быть политические системы более ранее например рассмотрев весь путь развития цивилизации и рассмотрев каким образом решались какие-то сложные вопросы в историческом развитии мы можем эти знания просто сгруппировать конструировать и получать следственные элементы для решения будущих что ли фактов развития цивилизации в благоприятном политическом как бы климате но при этом решать так что мы используем всего лишь навсего ресурс предшествующих решений и когда мы используем ресурс предшествующих правильных решений которые не привели к катастрофам или к каким-то катаклизмам или войнам то получается что предшествующее знание может быть очень сильной величиной если фиксировать только положительный статус и его прилагать как бы в бесконечном количестве действий то есть если мы говорим вот нам нужно таким образом быть готовыми чтобы в бесконечном развитии всегда быть готовыми к следующим ситуациям то в политическом смысле для этого есть один из конкретных механизмов таких механизмов много но вот конкретно это использовать предшествующие позитивные структуры решения в политических ситуациях для того чтобы решать все последующие для этого как оказалось нужно всего лишь навсего создать меморандум между разными странами который бы регламентировал решение всех стран в той или иной ситуации они просто должны все подписаться такого документа сейчас нет пока то есть механизмы уже выработаны что делать известно государства существовали достаточно уже много да столетий поэтому получается что часто всего лишь навсего логическая фаза решения позволяет сделать благоприятным по крайней мере политический климат а если его сделать благоприятным то ведь можно вывести например все ядерное оружие за пределы предположим возможности взрыва на планете по крайней мере вывести в космическое пространство и в случае направления на землю может чтобы оно было уничтожено и так далее то есть можно политически решить очень много вопросов поэтому вот в моем учении о спасении гармоничном развитии именно вот этот раздел управления в политике это раздел который говорит о том что здесь нужно чтобы участвовали люди на уровне своего знания личного так говорят часто что вот человек где-то находится на кухне почему думает о политике а потому что он должен участвовать в том числе и в политике и вот степень участия это то каким образом вы воспринимаемые знания воспринимаемые именно знания получаете к себе то есть вы получаете то что если вы воспринимаете знания сейчас как политические знания то вы можете на основе сюжетов которые появляются предложены в прессе получать свое собственное управление и это управление оно заключается в том что когда вы делаете например управление от себя в плане например ну какого-то личного аспекта то управление которое вы получаете рассматривая политический аспект как бы управление для всех регулирование политической системы регулирование например социальной системы то вы получаете некую градацию знания например там по структуре политики по структуре предположим ну социальной по структуре восстановления здоровья и так далее и поэтому если вы именно приходите к задаче реализации собственной души в плане всеобщего спасения с точки зрения того чтобы организовать знания в логике души в логике развития души то есть точка которая именно находится в физическом сердце человека но она бесконечна где вы имеете структуру всеобщего развития причем такую которая выражена совершенно конкретно в том случае когда вы смотрите на какое-то событие и вы можете через это событие регулировать физическую реальность то есть если это ну скажем так сказать просто короче то что продифференцировав знания которые существуют как входящие вы можете от себя то есть делая управление от себя сделать таким образом чтобы управление которое шло от вас оно было таким чтобы вот в момент дифференциации знаний когда вы дифференцировали знания это был следующий ресурс для управления то есть как бы следующий источник управляющего действия и получается что любое дифференцированное действие это есть источник для следующего уровня управления в данном контексте то есть стоит только в знаниях воспринимать разницу ну то есть не какое-то сплошное например на белое пятно да которое кстати с течением времени тоже начинает дифференцироваться от вашего мышления а рассматривать получение знаний так что любая дифференциация это есть источник для следующего действия причем управляющего действия ясно тогда становится что вы можете делать управление тогда бесконечно и ресурс для вашего управления где есть как принцип самовосстановления так и следующего действия это всего лишь навсего знание того что от дифференциации от множества элементов восприятия которые получаются в одном акте знания да вы получаете вообще говоря неограниченное количество ну фактически энергии и получается что то на что вы смотрите это и есть источник энергии в плане управления пусть это будет телепередача книга или передача информации и получается что если вы например делаете такую дифференциацию именно так вот как я сказал что не надо искать где-то да например именно здесь даже скорее подходит понятие уже в таком в прикладном плане не как источник энергии как средство организации этой энергии как вы вообще организовываете эту энергию в этих знаниях как вообще вы эти знания организовываете и когда вы значит ставите задачу полного контроля над ситуацией то для того чтобы организовать ну там действие знаний например движение к вам да и движение там возле вас то вы получаете то что на спектре предположим двух движений вы можете получить управление по созданию знаний ведь действуя как создатель вы должны их в том числе и создавать тогда возникает такой простой и достаточный вопрос идет какая-то телепередача например в телевизоре как просмотреть что ли путь создания да данной телепередачи где ваша структура коллективного сознания участвовала в данной телепередаче или там книжки или в каком-то элементе восприятия сложной химической или там физической формулы в математическом уравнении где вы создавали это уравнение и когда вы начинаете идти по этому пути ну например вы не знаете математику например в плане высшей школы да предположим а тем не менее вам надо значит посмотреть как вы создавали а создание подразумевает знания следовательно есть пласт как бы внутреннее свечение из расширенного состояния Души где Душа присутствует вне вас и одновременно находясь в вас то есть вы и внешнее пространство так вот такое состояние Души это то что позволяет понять любой элемент реальности то есть знать его и уметь его создать потому что элементом управления в знании является также элемент создания знаний и вот в моем учении о спасении гормоничном развитии элемент создания знаний когда он исходит от действия к вам и возле вас знания идущие к вам и проходящие да возле вас то получается что если к вам и возле вас они же могут не пересекаться а при этом элементом управления является то что и к вам и что возле вас должно быть таким чтобы получить одинаковый уровень спасения все должны спастись в том числе элемент который вы воспринимаете да в виде знаний то получается что элементом управления является в данном случае то что состояние Души которое базируется на вашей задаче это и есть то что достигает цели в этом случае когда я говорил о том что задача это и есть действие и это и есть спасение то получается что в данном случае это вообще говоря устройство мира такового с точки зрения развития сознания что задача это уже есть спасение потому что так устроен принцип создания знаний когда мы рассматриваем именно динамические системы взаимодействия Души Духа и логической фазы сознания так вот логика сознания когда вы переводите на уровень например ну вычитывание что ли например лекционного материала то что вот сейчас ну как бы касается именно уровня того что можно прослушивать лекцию какое-то время а можно например делать таким образом что воспринимать да информацию в целом постоянно Душой но если вы вычитываете лекцию это должно совпадать то есть знание которое направлено на задачу всеобщего спасения как бы оно не принималось оно должно всегда соответствовать одной и той же цели оно не должно искажаться и в связи с этим если даже вычитывать лекцию или смотреть например ну там видеокассету то получается что цель управления связанная со всеобщим спасением эта цель она на самом деле не позволяет вот именно искажать то есть можно например взять видеокассету передавать каждый может в общем-то по-своему понимать но тем не менее он будет понимать точно основную задачу и ведь если очень много материала например да много разных методов способов то ведь в конечном итоге все способы и методы и технологии которые вот я даю по моему учению о спасении коробочном развитии они направлены на то чтобы выработать вашу личную возможность реагировать правильно точно на то чтобы не произошло например возможно глобальная катастрофа при этом я использую как собственный опыт например в диагностических системах в управлении в исцелениях в полном восстановлении и так далее так и то что те кто осваивает учение и практикует и показывает результаты либо в этих же областях либо в каких-либо других они тоже увеличивают ресурс именно по данной структуре знаний когда вы например воспринимаете материал то здесь можно не обязательно вот предложим сильно нагружать информацию тем чтобы вы как бы логически переваривали эту информацию можно и так можно логически просто изучать это будет все равно тоже сопоставимое то же самое действие но можно стараться чтобы мгновенно да получить весь ресурс управления через состояние Души там где в вашей Душе в динамике существует соприкосновение Духа и логического осознания то есть Душа статична а Дух и Сознание они в динамике в этой точке соприкасаются с Душей это вот принцип да быстрого получения знаний если вы ну предложим там вспомните те состояния когда вы сдавали какие-то экзамены то существует некая статика если нужно откуда-то быстро там что-то или вспомнить или как бы напрячься посмотреть информацию то это происходит именно так статичное состояние Души и в одной точке динамика Духа и логического осознания то есть можно смотреть где эта точка именно по отношению к физическому телу возле тела и часто в физическом теле можно награничивать например на коже то есть в зависимости от точки зрения эта точка всегда в одном и том же месте у всех людей так вот чтобы передать знания достаточно часто засветить эту точку например там свечение сердца и вы получаете знания на любом расстоянии причем совершенно конкретные можете даже диктовать как через диктофон кому что делать и они вообще говоря будут достаточно корректно могут слышать если конечно они там расположен да по свободе воли хотят если они это поэтому старайтесь теперь делать управление сейчас по такому типу что вы берете просто диктуете ну как бы надиктовываете не обязательно в виде слов а хотя бы как бы придаете мысль в виде свечения элементом событийных уровней снова очень жёстко сегодня по семинару идёт задача всеобщего спасения сначала затем решение задачи зала тех кто будет работать с материалом дальше и ваши собственные задачи при этом сейчас не нужно собственно задачу выводить выше то есть именно иерархия строгая всеобщее спасение задачи зала и потом личная задача и старайтесь вот через точку статики души как бы через дух передавать как бы ну надиктовывать управление ведь часто человек привык просто говорить и при этом то что он говорит исполняется здесь способ такой просто вы как бы мысленно говорить можно не говорить а просто светооптические уровни реализовывать и всё и старайтесь это делать таким образом чтобы задачи решались вот они решаются например я дальше продолжаю речь а задачи решаются то есть мы не останавливаемся специально на этом управлении следующий элемент это когда дух является всеобщим и он проявлен в вашем физическом теле то есть всеобщий дух проявлен в физическом теле то есть он охватывает ваше тело а динамическая душа создаёт логическую жёсткую фазу сознания ваше жёсткое восприятие этот метод позволяет таким образом воспринимать структуру что все внешние события нормируются как по задачам тех кто формирует события например вы находитесь в зале и информация которая идёт от вас она сразу нормируется стоит только ей как бы вот на эту оптику выйти она в любом случае выходит в зрительном варианте и в информационном и следующий уровень это уровень такой что если вы делаете управление по залу стараетесь реагировать на происходящее в зале то есть делай так чтобы было конкретное управление например в случае посмотрите вот на состояние людей посмотрите где кому нужно помочь сейчас принцип коллективной взаимопомощи и делаете так чтобы вот событийный ряд был такой что как бы следующую секунду и бесконечное количество времени вперёд вы имели корректное управление то есть вы должны управлять так чтобы действие не было дискретным вот сейчас то есть смысл управления именно душой духом и логической фазе сознания это создание из таких ну как бы автономных областей восприятия бесконечной линии бесконечного управления идущей от вас следовательно например восстановление ну здоровья у одного человека это часто в том числе и обязательное создание для этого человека фактически бесконечной линии благоприятных событий то есть постарайтесь всё-таки ну например в первую очередь сделать управление по ну например по восстановлению вокруг себя например возле вас находятся люди сделайте управление восстановление себя вокруг себя и вот старайтесь прямо как бы расширять вокруг себя световую сферу фронтальная ну граница которая движется вот именно это она соприкасается с другими людьми и происходит восстановление при этом рассматривайте процессы как я сейчас показал по работе души духа и сознания где вы логическую фазу сознания рассматриваете как структуру восприятия другого человека или там предположим других людей при этом ваше личное желание восстановить то есть вот сфера которая от вас расходится она соприкасается с другим человеком желание это есть состояние расширения души она в духовном аспекте производит именно в пространстве расширения бесконечного расширения духа производит восстановление просто оно всего три элемента знать что желание расширения это есть расширяющаяся душа направлена на восстановление второе это то что вы воспринимаете это логическое фазо сознания и дух то что мгновенно передает знание то есть делает фактически передачу мгновенной и действие делает устойчивым ведь акт восстановления переданный другим он уже другой то есть люди уже в будущем видят этого человека например здоровым или же у него благоприятные в том числе события то есть когда вы видите или же и и да то можно например ли то есть вот это вот или и в сознании можно логической фазы просто отрезать и оставить просто и благоприятные события то есть старайтесь работать так еще словами чтобы логическая фаза перемещаемая в состояние души было так осуществлялось такое действие что бы логическая фаза точно ставила задачи по отношению к расширению души потому что было хорошее здоровье и и благоприятные события нужно ставить управление поэтому старайтесь часто балансировать мысль так чтобы она была совершенно конкретной и когда вы уже переводите мысль в состояние души как бы мысль прорастает в статику души которая знает что действие благоприятно то вокруг уже тогда не происходит в общем то и возможная глобальная катастрофа потому что статика развитая через правильную технологию действий приводит к тому что и в будущем действия становятся издательными то есть не искаженными поэтому когда мы говорим о том каким образом вообще говоря точно знать что глобальной катастрофы точно не будет что не будет даже и локальных да в идеале катастроф то мы можем это сказать когда мы точно знаем что мы правильно работаем и вот развитие правильности работы развитие правильности в работе собственного сознания это есть тот критерий который позволяет это знать всегда ну там проходит где-то миллиарды лет а вот миллиард лет и в следующую секунду какое следует предпринять действие так вот вот это вот знание должно быть таким чтобы оно не как бы коррелировалось миллиарды лет а достаточно того чтобы знание было точным хотя бы даже на одном уровне распространения поэтому я всегда предлагаю обязательно практиковать обязательно очень корректно отслеживать результаты как на физическом уровне так и на информационном уровне зачастую то что именно на информационном уровне вам удается предотвращать это бывает наиболее таким значимым потому что рассмотрев некое отрицательное событие которое может привести к возможной глобальной катастрофе если вы это расформировываете то в условиях когда вы сделали хотя бы одно управление за счет сознания дальше это уже реальность то есть значит вы это сделали получается что следующее управление это уже ну конечно тогда у вас возникают нагрузки больше то есть ответственность дальше еще выше и так далее и за каждое действие конечно значит во-первых вы получаете следующие задачи то есть обычный путь спасательный сделав какие-то действия вы получаете как обычно следующие и следующие задачи и так далее к этому надо по возможности привыкать просто быстрее а дальше получается что конкретным действием вот где вы точно уверены что вы делаете правильно должно быть то что вы должны быть в этом состоянии что вы делаете правильно потому что ведь задача как раз таки не допустить катастроф не зафиксировать даже минимальные элементы если они начинают как-то реализовываться конечно начинать их тогда предотвращать причем в большей степени сначала лично конечно помогают законодательные системы все кто занимается системой прямого спасения в социальные уровни поддерживают государство обязаны поддерживать таких людей там органы власти и так далее но основная задача у управленцев заключается в том чтобы сделать лично в первую очередь если уже там в самом крайнем каком-то случае это там например использовать структуры логического плана такие как социальные структуры охранные системы системы безопасности и так далее поэтому здесь надо выработать именно элементы личного участия если мы предложим там некая какая-то например катастрофа внешняя с точки зрения космического пространства то получается что выработанный ресурс он может быть таким что если вы начинаете пользоваться социальными признаками то как достичь там да внешнего управления поэтому я считаю что основной это личная практика в первую очередь и конечно при необходимости всегда можно использовать любые созидательные системы там всегда опираться на органы там предположим межгосударственным государственным и так далее и в качестве завершения сегодняшнего семинара я хотел бы чтобы вы провели еще раз по совокупности полученных сегодня знаний используя например знания от более ранних семинаров от каких-то моих технологий по задаче спасения всех концентрированного управления уже такое как бы общее суммарное связанные опять же с конкретной постановкой всеобщее спасение работа по задачам зала и задачам техтор будет работать по технологиям спасения по прямому доступу и свои личные задачи вот сделать такое экстренное очень быстрое управление как бы мгновенное засветите свет спасение прямо здесь спасибо за внимание большое я на сегодня заканчиваю